В Махачхале на базе Кизлярская лагуна стартовал первый международный межрелигиозный форум. Его участники – молодые люди от 16 до 30 лет из республик Северного Кавказа, Ставропольского края и Азербайджана. В рамках форума уже прошли первые встречи с известными общественными, политическими и религиозными деятелями. А в его работе принял участие и глава Дагестана Рамазан Абулатипов. Обо всем подробнее Руслан Касумов. Дагестан, Чеченская республика, Ингушетия и еще пять регионов Северного Кавказа. Первый межрелигиозный форум собрал больше ста участников. Это молодые люди разных возрастов, вероисповеданий и взглядов на жизнь. За девять дней им предстоит десятки лекций и тренингов. Это встречи с религиозными и государственными деятелями, беседы с известными в разных сферах людьми. Главная цель нашего форума – это консолидация молодежи вокруг наших общих нравственных ценностей, вокруг нашей общей Родины, при ясном понимании того, что мы все люди верующие разных вер. И мы должны быть верующими, но в то же время понимать светскость нашего государства. Для всех приезжих гостей также организаторы обещают провести экскурсию по республике. Алексей Таваченко родом из Москвы. В Дагестане молодой человек, впервые. А здесь не к культуре студент второго курса. Ставропольского православного духовного семинара знает мало, но уверен, что форумы подобных масштабов необходимо проводить ежегодно. Я надеюсь, что в будущем эти форумы будут продолжаться, их будет намного больше, и они будут многочисленнее. И я считаю, что они все равно к чему-то приведут. Я лично ожидаю получить какую-то информацию для себя, религии вообще, ну и в общем, как бы, по развитию религии. На официальное открытие форума приехал и Рамазан Абдулатипов. Глава Дагестана отметил полезность таких встреч. Работу по сплочению молодежи разных религий нужно только продолжать, подчеркнула Абдулатипов. Межконфессиональное согласие и мир. Вот к чему должна последовательно идти молодежь Северного Кавказа. Я очень рад, что вы все уделяете вот такое внимание этого форума. То есть Дагестан – это уникальная земля, которая исторически совмещает в себе все религиозные конфессии, которые сегодня есть на территории Российской Федерации. Поэтому ваш форум может действовать на постоянной основе Республики Дагестан. Но если надо, будем иногда выезжать и к нашим соседям, братьям. Есть Родина, понятие священнее во всех религиозных учениях. Я часто повторяю вот эти тяжелые годы, и не только в Дагестане, но и в других местах, что молитва, которая не посвящена одновременно своей Родине, она тоже может быть не принята Всевышним. Поэтому мы молимся и на Всевышнего, мы молимся на наших пророков, но одновременно мы молимся на своих родителей, на свой род, на свою Родину. Сегодня у нас многоконфессиональная Родина. Это тоже исторически сложилось. В религиозных книгах сказано, что нет там иудеев и так далее, и так далее. Все, особенно в исламе это сказано, что есть умма мусульманская, да, и какой бы национальности кто бы ни был там себе. Второе, когда у пророка Мухаммеда спросили, вы же самый последний пророк, и вы будете самым дорогим. У нас в религии так и есть, но он ответил очень мудро. Он сказал, когда я приду в судный день к Аллаху, у него уже будут сидеть и Моисей, и Иисус, и другие. То есть он этим самым к ним тоже проявил величайшее уважение. На открытие форума приехали и представители Духовного управления Дагестана и Махачкалинской епархии Русской Православной Церкви. Молодость – это будущее нашей страны. Для создания справедливого и гармоничного мира в нашем обществе, молодым людям необходимо быть высоко и разносторонно образованными людьми, вооружиться знаниями, воспитанными в лучших традициях, богобоязненными и рассудительными, отстаивать исторические и культурные ценности в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе. Для этого нужен честный диалог и сотрудничество последователей разных конфессий и мировоззрений. Я не сомневаюсь в искреннем желании нашей молодежи реализовать свой потенциал на этом пути, пути истинной веры. Цель – это укрепление межнациональных, межконфессиональных отношений. Для того, чтобы, как сегодня уже сказал Петр Павлов, чтобы укрепить наш, расширить наш кругозор, кругозор молодежи, чтобы мы узнали поближе друг друга, дабы в будущем мы могли общаться уже, знаете, на братских взаимоуважительных отношениях, как это и было, всегда на Кавказе есть. После официальной части небольшой концерт, никакой музыки, только живые голоса. На русском и английском в исполнении государственного терского ансамбля казачьей песни в вокальной группе «Дагестан» и завершил выступление народный артист Дагестана Муксин Камалов. Свою работу форум продолжит до 12 августа. По ее окончанию все гости отправятся на родину, но организаторы обещают, что подобная встреча между людьми разных культур и вероисповеданий будет не последней. Руслан Касума, Вильдар Баргимов и Завур Магомедов. Время новостей.